Танки-шоп Сегодня я хотел бы продемонстрировать бой на танке Е-25 на карте Прохоровка. Е-25 уже давным-давно превратилась в мем такой своеобразной нашей игры. Многие спорят до сих пор, как в эту коробочку маленькую могли поместиться вообще люди. К тому же там еще должны быть модули всякие, снаряды и так далее. Ну, может быть специальные картики выращены для того, чтобы ездить на этой суперинтересной машине. Ну, конечно же в игре это имба, наверное никто спорить не будет. И в таких особенно условиях на карте Прохоровка в топе списка, ну, это, считай, нагиб обеспечен. Игрок выбрал вот такой вот вариант. Он тут светит, несмотря на то, что он вроде как бирюзовенький по стати обычно. Такие игроки любят пострелять, но тут игрок выбрал путь светляка. Но это только поначалу. Он хотел, в общем-то, помочь своей команде выиграть. Таким образом сам не стреляет, чтобы не светиться. Ну и вполне хорошо светит, но правда, союзники как-то паршиво отстреливаются по его засвету. И это печально, когда ты светишь, стараешься, сдерживаешь себя не стрелять, а союзники как-то особо и не пользуются твоим засветом. Ну и всему, как говорится, приходит конец. Терпению игрока тоже пришел конец. И все-таки он решил начать стрельбу. Противник как раз далеко отъехал. Игрок, наверное, думал, что не засветится. Но рядом была тоже блоха Е25. И засветила, видимо, нашего героя. Но игрок ловко добирает ВК-3002. После чего совершает вот такой вот маневр. И особо, в общем-то, противники попасть по нему не смогли. Отделался он легким испугом. Маскировка у Е25. Одна из лучших в игре. Это при том, что данный танк попадает частенько в песок. Потому что он льготный. То есть вы можете попасть против всяких там КВ-2. Там ИСО всяких. И так далее. У которых, естественно, обзор чрезвычайно плохой. Это не реклама. Ни в коем случае там уже это ПТ-САУ не продается. Просто небольшой факт, что такая вот машина с имба маскировкой, практически не светящаяся, способна попасть в такой вот бой, где обзор у врагов чрезвычайно плохой. Ну и в таких условиях с прокаченной маскировкой, с маскировочной сетью, со стереотрубой и, в общем, со всеми нужными вещами можно творить мясо. То есть стоишь просто и по ДПМу расфигачиваешь всех врагов. Чем игрок, собственно, сейчас и занимается. Расфигачивает он противников. Кстати, забирает одного из самых опасных врагов. Вражескую блоху, которая, в принципе, является не только хорошей ПТ-САУ, но и хорошим светляком. То есть, если бы игрок ее не добрал, то вполне вероятно, она бы его потом подсветила и все бы закончилось очень плохо. Ну а так, с этой позиции имбовый игрок очень хорошо расстреливает врагов и наносит много урона. Кстати, несколько раз уже показывал бои, где игроки на разных ПТ-САУ, разных уровней, с хорошей маскировкой, конечно же, с этой позиции настреливали огромное количество урона. Так что я советую ее все-таки занимать. Не только на ЛТ, вполне можно занять данную позицию и на ПТ-САУ. По крайней мере, с хорошей маскировкой, если вы уверены, что, конечно, вас не засветят и убьют. Игрок замечает две артиллерии и просто в момент их уничтожает. ДПМ адский. Любой противник, который попадает тут под выстрелы Е-25, очень быстро теряет много прочности. Мало кто, в общем, выживает после такого, но вот Сушка пока что выживает только за счет своего лобового бронирования, которое довольно высокое, ну то есть хорошее и не всегда удается пробить эту ПТ-САУ. Вот ездит тут Толстопард, такой вот суперсветляк, наверное, один из самых комичных светляков в игре. Такой вот толстенький, совершенно нетипичный светляк, непонятный лично мне, зачем он вообще нужен. Но раньше он на кумулях нагибал, сейчас, конечно, смысл, мне кажется, в нем пропал. Хотя, может быть, кому-то он нравится. Игрок сбивает захват, ну и также помог он союзнику добрать оруди. Уже восемь фрагов есть. Фраги набиваются очень быстро на Е-25. Ну, благодаря, опять же, ДПМу, точности и благодаря тому, что это еба вообще. Ну, сами видите, что творит эта ПТ-САУ. Она стоит в кустах, совершенно не светится, наносит постоянно урон, сама еще светит неплохо. И тем самым тащит этот бой, который должен быть сливным. И наверняка большинство танков седьмого уровня тут бомб не затащили. Но Е-25 вполне это под силом. Ну, вот засветился все-таки враг, это Чири. Не получается, конечно, его ликвидировать. При этом Е-25 не светится. Ну, я представляю, что думали тут враги. То есть они пытались засветить имбу, но огромные потери они понесли, прежде чем все-таки у них это вышло. Вот Сушка успела выстрелить, но, к счастью, удалось ее потом ликвидировать. Ну и осталось три противника. Естественно, уничтожить их несложно в целом. Главное сыграть аккуратно от маскировки. Вот кто-то из врагов захватывает базу. Ну и приходится возвращаться. Ну, с этим опять же нет никаких проблем, потому что Е-25 почти что светляк. Очень высокая скорость. И получается мгновенно практически убить ОИ. Далее игрок совершает маневр. Ловко уворачивается от выстрела арты. Ну, собственно, она и берет базу. Ну и потом поворачивается и забирает М44. Кстати, кто не играл давно на Е-25, советую покататься. Если вы там не играли в World of Tanks давно, не хотите заходить, ну, зайдите просто посмотреть на то, что произошло с этой потасау после того, как изменили физику там немного. Возможно, вы слышали об этом. В общем, это полная жесть. Это как какой-то болид, который катается по льду. То есть так заносит эту потасау в движении, что голова начинает кружиться. Очень такая забавная машинка стала. Но она не так была забавная. А сейчас с новой физикой вообще отжигает. Ну, вот игрок спокойно выиграл в этом бою. Конечно же, шансов врагов немного было. Медаль Колобанова и медаль Героев Рассиняя. Также основный калибр. Воин. 3498 урона и 14 фрагов. Как вы можете видеть, попадая в топ, на подходящую карту Е25 нагибает так, что шансов у врагов практически нет. И, надеюсь, бой вам понравился. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok